С Уралов самарское трамвайное депо. Трехсекционный трамвай только с дороги. Прибыл в разобранном виде и специалисты сразу же взялись его монтировать. Это низкопольный вагон большой вместимости. В салоне просторно за счет непривычного для самарского трамвая расположения пассажирских кресел. Здесь предусмотрены Wi-Fi, антибликовые информационные табло, кнопки вызова на поручнях и переговорные устройства для связи с водителем. В новом трамвае удобно будет не только пассажирам, но и водителям. Кабина оборудована кондиционером, есть электронные табло, на которых видно все, что происходит как внутри трамвая, так и снаружи. А кроме того, нет педалей для ног, а потому управление трамваем полностью ручное. А это, говорят водители, очень удобно. Трамвай может развивать скорость до 120 км в час. По крайней мере, на спидометре есть такая отметка. Хотя в городе это, конечно, не актуально. Вагон Усть-Катавского завода будут тестировать на маршрутах полгода. Туннелем он выйдет в начале февраля месяца. Сейчас будут проходить подготовительные работы. Видите, он еще весь разобранный. Вот его надо собрать, подготовить, подготовить на маршрут. Мы планируем, что он будет ходить по самому большому протяженному маршруту. Это маршрут номер 5. В уходящем году муниципальный парк общественного транспорта пополнился на 82 автобуса и 19 троллейбусов. А в начале декабря в рейс вышел еще один вагон Усть-Катавского завода, в народе получивший название «Рыжик». 20 таких трамваев придут в Самару в следующем году. Сейчас в городе проходит испытание еще одна машина «Белорусская метелица». После того, как протестируют ее и Усть-Катавский трамвай, и будет принято решение, какую именно модель купят к Чемпионату мира по футболу 2018. Марина Матвеевна, Максим Гусев, События.